В Кургане, неподалеку от Троицкого собора, открылась традиционная Троицкая выставка-ярмарка. В течение недели горожан ждет большая культурно-просветительская программа. Здесь можно купить свежие продукты, церковную утварь, одежду, книги, а также заказать требы в храмах и монастырях по всей России. Мостик между миром и церковью. Так можно назвать 11-ю международную православную Троицкую выставку-ярмарку, которая открылась в Кургане 18 июня. Более 60 участников из разных уголков России и зарубежья раскинули свои палатки на традиционном уже месте возле торгового центра Воробьеву гору, неподалеку от Свято-Троицкого собора. По многолетней традиции ярмарка началась с молебны на всякое доброе дело. Службу возглавил настоятель Курганского храма Рождества Божьей Матери Ирия Анушаков. И это не случайно. Отец Иоанн с 2008 года несет послушание курировать организацию проведения православных выставок-ярмарок. Православные выставки – это дополнительная возможность приобщиться к святыне. Ну и еще дополнительно на выставке можно записать, заказать молебны, сорока уст в монастыри, в другие какие-то города. Не нужно ездить, тратить какие-то большие деньги. То есть здесь, заказав молебны, можно духовно присутствовать в тех храмах, за которых тебя будут молиться. В этом году Троицкая выставка посвящена 160-летию со дня рождения преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовы. Поэтому здесь в конференц-зале представлена экспозиция, посвященная житию этой святой. Она называется «Как немецкая принцесса стала русской святой». Поэтому можете ознакомиться в конференц-зале. Напротив конференц-зала с экспозиции расположилась палатка Порт-Артурского храма Кургана. При храме с 2017 года действует сестричество Милосердия, которое носит имя великой княгини Елизаветы Феодоровны. В этом году 17 лет, как наше сестричество образовалось, Елизавета Феодоровна настолько светлый образ, настолько ее дела, милосердие притягивают. Хочется ей подражать, хочется быть на нее похожей. Поэтому она наша покровительница. Большое внимание курганцев привлекают прилавки с православными книгами. Продавец-консультант московского издательства «Апостол мира» Наталья Астахова продает их уже 18 лет. Она с гордостью говорит, что их издательство единственное, которое приезжает в Курган зимой и летом. Очень уважаю этот город, очень нравятся люди, необыкновенно, которые, вы знаете, умеют слушать, что не самое, то, что самое важное, умеют услышать. Когда даже священники видят, говорят, здравствуйте, Наталья, мы вас рады видеть, это дорогого стоит. Это наработано годами, это любовь, которой обмениваешься с посетителями. Тебя благодарят за книгу, которая помогла, которая и леем капнула в сердце, и человек что-то осознал и понял, и уже другой дорогой идет. Постоянными участниками православных ярмарок можно назвать представителей двух республик. Из Беларуси приезжает равница по имени Виктория, привозит продукцию, которая помогает сохранять здоровье. Из республики Коми приехали представители Михаила Архангельского мужского монастыря, который находится в селе Ость-Вынь под Цыктывкаром. Монастырь больше 600 лет, с 1380 года, старинный монастырь. Приезжаем к вам мы уже много лет, привозим церковную утварь, можно у нас записочки подать о здравии, о упокоении. Цены у нас недорого, так что приходите, будем рады. Троицкая выставка ярмарка в Кургане будет работать с 18 по 24 июня. Здесь запланирована большая культурно-просилистская программа, лекции, концерты, мастер-классы, встречи со священниками. Михаил Насонов, Татьяна Маковеева, Сергей Абалмасов, Пресс-служба Курганской епархии.